Слишком долго 69-й закон работал, что называется, в пилотном режиме. Назрели серьезные перемены в отрасли пассажироперевозок легковым такси. В связи с этим по всей России проходят конференции участников таксомоторной отрасли. Столицей этих событий стал наш город. Заявлено было 67 участников из 15 регионов Российской Федерации. Этим и уникальна эта встреча, что здесь встречается сейчас ветвь исполнительной власти нашей области. Здесь присутствует депутат Государственной Думы Российской Федерации. И, соответственно, как раз само профессиональное сообщество представлено максимально масштабно. Федеральных законотворцев на форуме представил депутат Госдумы Александр Старовойтов. По его словам, вся сфера такси сейчас похожа на безвыигрышную лотерею. Государство не выигрывает, ведь те, кто работает в профессиональном сообществе, вынуждены уходить в тень. Не выигрывают сами перевозчики, так как существует огромное количество нелегалов, которые демпингуют ценами, при этом не оказывая качественных услуг пассажирам, которые, в свою очередь, тоже оказываются в проигрыше. Однако, сегодняшняя дискуссия должна стать основой для будущих изменений в желтом законе. Недавно в Государственной Думе наша фракция высказала свою позицию о том, что нет необходимости уже продолжать мониторить федеральное законодательство. На зрелое время наступила пора для того, чтобы федеральное законодательство менять. Ведь, если эта отрасль не будет отрегулирована в должной мере, в должной степени, страдают, в первую очередь, получатели этой услуги. Это наши граждане, которые получают некачественную услугу, когда их перевозят нелегалы, когда безопасность абсолютно стоит на заднем плане. Безопасность перевозок стала одной из тем обсуждения. Сейчас какой-то централизованной системы слежения и охраны нет. Если перевозчику не безразлична его безопасность, он вынужден заключать договор с частными охранными предприятиями. Мы прибываем по сигналу тревоги к автомобилю. Имея соглашение с ООН ДРСИИ, мы, наши охранники, имеем право принимать участие в охране общественного порядка. Требованная кнопка, которая устанавливается, она устанавливается в скрытном варианте. Водитель может установить там, где ему удобно. Она нажимается незаметно, либо для лиц, находящихся в машине, которые принимают какие-то действия противоправные, либо для лиц, который находится на материале. Это может быть и при ДТП, и при каких-то университетных ситуациях на улице, либо противоправные действия отношения водительства, страны, где-то пассажиры. Все удовольствие – тысяча рублей в месяц частного перевозчика и 700 за каждую машину со службы такси. В Иванове не так давно водители нашли еще один способ обезопасить себя. Бесплатный. Прошли курсы самообороны, организованные профсоюзом. Правда, на этом проблемы в отрасли не закончились. В Московском департаменте транспорта предлагают ввести государственное регулирование тарифов такси. Зная моду чиновников из регионов, заимствовать московскую практику, возможно, скоро это коснется и провинции. Может быть, как раз тарифы и есть, та норма, которая помогла бы избежать падения цен для перевозчиков, то есть деппинг нелегаловым, и также помочь избежать ситуаций, которые могли бы складываться по отношению к пассажирам, то есть неоправданных повышения цен для пассажиров. Если бы сейчас речь шла именно об установке нижней какой-то грани, я думаю, что большинство присутствующих здесь проголосовали бы за принятие таких мер, как бы защиты внутреннего рынка, так скажем, любого региона. Но поскольку сейчас предлагается ограничить верхнюю планку, причем никаких официальных расчетов не подставляется на обсуждение общественности. Еще один изъян законодательства. Единожды выйдя из тени, таксист не может официально прекратить эту деятельность, сдать карточку разрешения. Вынужден либо продолжать платить налоги и страховку по повышенному коэффициенту, либо в судебном порядке отстаивать свое право сменить род деятельности. Автострахование, кстати, тоже головная боль перевозчиков. Начиная с того, что застраховать обычную отечественную машину такси стоит в два раза дороже, чем, скажем, троллейбус, и заканчивая тем, что не каждая страховая желает иметь дело с таксистами. Совсем недавно мы приобрели большое количество автомобилей иностранного производства. И мы не могли их выпустить на линию по причине того, что у нас не было полиса ОСАГО два месяца. Ежемесячный платеж лизинговый у нас составляет порядка больше 100 тысяч рублей. И вы представляете, мы два месяца платили эти деньги, не работая, не получая никакой прибыли. А ведь мы бы эти автомобили покупали для того, чтобы они работали, приносили прибыль нам, и чтобы мы своевременно оплачивали все наши финансовые обязательства. Ну и последнее, но не по важности, это так называемые сетевики. Службы заказа такси, как грибы, выросшие ниоткуда по всей России. Они заняли серьезную нишу рынка такси. При этом в случае непредвиденных ситуаций не несут никакой ответственности, ведь по сути предоставляют не машины, а информацию. Это, значит, служба заказа такси, она не несет никакой ответственности. Она не занимается страховкой пассажиров добровольной. Она не работает только с легальными таксистами, она работает абсолютно со всеми. Все, кто желает. Никаких ограничений для них не существует. Порой устраиваются на работу водители. Руководство данной компании может находиться в другом городе и даже не видит, не знает, с кем они работают, кто к ним пришел на работу, какая у него машина, какой у него стаж и так далее. Сетевики имеют возможность устанавливать тарифы ниже, чем в официальных таксопарках, но ценой безопасности пассажиров. Ярославские перевозчики бьются с этими воздушными замками уже не первый год. В результате легальные таксопарки серьезно проигрывают службам заказа. Мы в Ярославской области проводили совместно с питерскими УВД на транспорте контрольные закупки. 10 машин, 10 эвакуаторов. 10 машин, 10 эвакуаторов. В итоге, подождите, я закончу, да? В итоге, как бы, дело дошло до суда, одного водителя там уштрафовали. Нет государственной поддержки легалам абсолютно. Нет ни понимания, ни поддержки. Диспетчерские службы, как структуры, которые оказывают информационные услуги, необходимо все-таки как-то встроить в работу отрасли такси. Потому что на данный момент мы на многих сайтах этих диспетчерских служб можем четко видеть даже этот посыл, что мы оказываем только информационные услуги и больше мы ничего не делаем. А пока законотворцы будут ломать головы над тем, как интегрировать сетевиков в нормативно-правовую базу, в Ивановской службе заказа такси с красивым мужским именем происходят поистине курьезные случаи. Конец ноября. Олежневская, дом 154, первый подъезд. Нужно отвезти двух пингвинов в Москву на Цветной бульвар, дом 13, в цирк Юрия Никулина. Поедут два пингвина. Обязательно хороший кондиционер, до минус 10 градусов, детское удерживающее устройство и возможность курить в салоне. Так как один из пингвинов покуривает и памперсы, и памперсы, чтобы не останавливаться в пути. Водитель берет заказ, созванивается с пассажиром, сообщает им, что ему необходимо заехать домой за детским креслом. Это не выдуманная история и не анекдот. Такие водители осуществляют перевозки по городу. Как признаются легальные перевозчики с многолетним стажем работы, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.